Правительство должно до 1 ноября представить свои предложения по дополнительным источникам доходов федерального бюджета. Такое поручение кабинету дал сегодня Владимир Путин. Сделано это может быть в частности за счет компаний-экспортеров, выигравших от снижения курса рубля, а также повышения собираемости акцизов на алкоголь. О том, что бюджет 2016 будет жестким, говорили сегодня и в Сочи, на Международном инвестиционном форуме. Впрочем, затрагивались и другие важные темы. С подробностями Илья Костин. Проект строительства моста через Керченский пролив со всеми особенностями и деталями. Протяженность более 19 километров, ширина и высота пролетов 227 и 35 метров соответственно. На инвестиционном форуме в Сочи министр транспорта Максим Соколов рассказал главе правительства, как на этом перешейке будет устроено движение. Он будет здесь разделен на железнодорожную и автомобильную составляющие. Автомобильная дорога первой категории, пропускная способность 40 тысяч автомобилей в сутки. Соответственно, железные дороги, двухпутные, электрифицированные. 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов ежегодно. Полная готовность моста уже через три года. Сроки возведения строго определены. Никто сдвигать их, как заметил премьер, не будет. Буквально накануне строители ввели в эксплуатацию один из подъездных путей. Символическое событие произошло. Граница между государственным краем и Крымским краем облаком стала стопой. Да, это на самом деле символически. Форум в Сочи традиционно фокусируется на перспективах регионального развития страны. Главный тезис – Россия должна раз и навсегда отказаться от догоняющей модели развития. Чтобы идти вперед, недостаточно просто следовать стратегии выживания. В то же время, по словам Дмитрия Медведева, даже ради экономического прорыва государство не будет сворачивать свои социальные программы. В настоящий момент бюджетная политика не может быть иной, кроме как более жесткой. Защищенными статьями бюджета по понятным причинам остаются международные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, поддержка сельского хозяйства и, конечно, исполнение социальных обязательств. При любом развитии событий социальные обязательства как выполнялись, так и будут выполняться. На переломных исторических этапах мы совершали слишком болезненные для людей скачки. Поэтому государство больше не имеет морального права ухудшать права граждан в ходе очередного прорыва вперед. Но, конечно, социальные выплаты должны быть более адресными. С этим согласны все. Программа по господдержке ипотеки, хорошо зарекомендовавшая себя в этом году, скорее всего, будет продлена, пообещал премьер, поскольку она дает возможность развития всей строительной сферы. Если же говорить об экономике в целом, то государство через свои кредитные институты и дальше будет помогать предпринимателям. Особенно, если речь идет об открытии новых производств. Как заметили сегодня эксперты, именно бизнес, в том числе малый и средний, является основным генератором новых идей и технологий, дает работу миллионам людей. Наша линия достаточно последовательная. Это курс на макроэкономическую стабильность, это все-таки курс на сохранение очень важных учебных социальных программ, потому что в нашей истории люди не раз страдали уже от разного рода реформ. Это курс, конечно, направленный на изменение дисбаланса в нашей экономике. Сюда направлено импортозамещение, которое, конечно, не будет стопроцентным. Мы не собираемся жить в изолированной экономике. Общаясь с предпринимателями, Дмитрий Медведев заявил и о необходимости оптимизации госуправления и сокращении количества чиновников. Недавнее слияние федеральной антимонопольной службы и федеральной службы по тарифам может оказаться не последним. Новость, которая уже нашла положительный отклик в бизнес-среде. Самое главное для меня, например, было то, что я услышал посыл о том, что нужно сокращать и количество ведомств, которые занимаются контролем, и количество людей, которые этим контролем занимаются. Ну и мысль о том, что это вообще-то еще и накладно с точки зрения государства содержать их. А вообще, я не знаю, считал ли кто-нибудь, как накладно это для бизнеса. Не только содержать, но и отвечать на все эти контрольные и надзорные проверки и так далее. Ежегодно у нас проводится более двух миллионов проверок. Как считают участники форума, это необоснованно много. Как сказал сегодня Дмитрий Медведев, госконтроль должен быть не частым, а умным. Илья Костин, Алена Евтикова, Михаил Волчков, Первый канал.